Приветствую вас! Знаете, ситуация ваша такова, что рассматривать её нельзя в отрыве от того, что происходит у вас в семье, в отрыве от того, что происходит, например, в школе у дочери, в отрыве от того, какая она сама, ваша дочь, то есть каков её психологический портрет. Ситуацию нельзя рассматривать в отрыве от взаимодействия между вами и дочерью, между дочерью и её, так сказать, подругами, друзьями, да. Ситуацию нельзя рассматривать в отрыве от того, насколько ваша дочь самостоятельный человек. Это первое. Второе. С одной стороны, я могу вас понять. Вы беспокоитесь, что дочь гуляет одна, но с другой стороны, если вы видите, что у дочери хорошие контакты, если вы видите, что ребёнок активно себя проявляет, если он не стесняется, если он не замыкается в себе, если он предлагает периодически что-либо, если она открыта, то есть, ну, не скрытно, да, если она ценится своими друзьями, учителя, например, о ней хорошо отзываются, ну, в плане того, что, значит, в контексте успеваемости и в контексте поведения. Хотя здесь, конечно, любую информацию нужно проверять очень тщательно, потому что учителя это индикатор весьма-весьма сомнительный. Вот, короче говоря, если всё это имеется, то ваша дочь, возможно, просто отдыхает гуляя одна, и тогда причины для беспокойства нет за неё. Но то, что вы беспокоитесь сами, говорит скорее о том, что вам не нравится, что дочь ведёт себя как на непонятном, то есть ведёт себя так, как вы не можете понять. И вас это, возможно, выводит из равновесия, и в таком случае вы пишете вот, что меня это беспокоит, то, что вас это беспокоит, это исключительно ваша проблема. Это не проблема дочери. Вот. То есть беспокойство испытываете вы, и, соответственно, вам с этим беспокойством нужно что-то делать. Если же есть ещё проявления тревожные какого-то не совсем нормального поведения ребёнка, например, вот, среди того, что я привёл, то в таком случае, конечно, повод для беспокоиться есть. И вот вы, кстати, не задаёте вопрос, да, то что вы спрашиваете, почему именно одной ей хочется гулять, но это даже не вопрос, и вы, наверное, понимаете, что мы ответить на него не можем, не зная вашу дочь и не имея никакой информации о ней, о её увлечениях, о её характере. Вот. Вам в таком случае рекомендуется, не давя на ребёнка, не давя на ребёнка, а стараться вывести её на разговор. Интересуйтесь ею, значит, подворствуйте любой её положительной и позитивной инициативе, разделяйте все её интересы. Вот. Чтобы она раскрылась и поделилась с вами тем, что её беспокоит. А я бы не рекомендовал вам быть, скажем так, постоянно матерью. То есть, вот когда вы беспокоитесь за дочь, за то, что она гуляет одна, это вы проявляете себя как мать. При том, что дочь, она уже не совсем маленький ребёнок, она уже подросток, она пробует свои силы, это нормально. И вам тоже нужно у неё этому учиться, если вы забыли как это, если вы забыли каково это быть не только матерью, но ещё и, например, женой своего мужа, да, женщиной своего мужчины, другом для своих друзей, профессиональным сотрудником места, где вы работаете, ребёнком своих родителей, если они у вас живы и так далее. То есть, вот эти моменты очень важны для налаживания связи с дочерью, потому что сейчас дочь более восприимчива именно не к детско-родительским отношениям, а именно к отношениям типа взрослые-взрослые, то есть с равноправными отношениями. В тот период, когда детско-родительские отношения для неё были актуальны, он прошёл, вот. И ошибка многих родителей в том, что они продолжают относиться к взрослевшему ребёнку, да, к взрослевшему человеку, как к ребёнку, как к ребёнку дошкольного либо младшего школьного возраста. Это является ключевой ошибкой и что отдаляет ребёнка от родителей на духовном уровне. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Наверное, больше добавить нечего. Если она говорит, что хочет одна, то очень важно понять, как она это говорит. Если в её голосе звучит спокойствие, уверенность, лёгкость, то это нормально. Если в её голосе звучит настойчивость, если в её голосе звучит упрямость, если в её голосе звучит... Ну, просто звучат какие-то эмоции, любые эмоции, да, то это, конечно, уже повод для, скажем так, сближения с дочерью, вот. Но одно я вам могу сказать совершенно точно, что если вы хотите узнать, что происходит с вашей дочерью, то самое простое, что вам можно сделать, это проанализировать ваши отношения в семье. А делать это лучше всего с помощью психолога, то есть, чтобы вы с психологом проанализировали свои отношения в семье, и вы увидите то, что происходит с дочерью. Вот. Но вы можете это сделать и сами, отчасти. Я дам вам такое небольшое задание, которое вы можете выполнить. Выполнить. Представив это как игру, значит, попросите рассказать членам своей семьи о другом. То есть, как, например, дочь видит вас, как видит отца, как видит бабочку, дедочку, если они есть, как видит дядю, тётю, если они есть. То же самое сделайте сами и попросите всех членов, кто захочет это сделать. То есть, позиционировать это как игру. А вы не принуждаете, а просто предложите в качестве, ну, в качестве такого, знаете, развлечения, развлечения, в качестве, в качестве времяпровождения досуга. Вот. И, посмотрите, что из этого получится. Я уверен, что вы сможете много нового узнать о себе и о других членах семьи. Вот, в принципе, то, как вам можно ответить на ваш вопрос. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Покупим с вами, домашним ко flame будет нормально. Покупим с учимами. Все сделаете ее.